Здравия, соратники! Это видео не о реальной истории, это просто случай, который произошел со мной в неудачная покупка автомобиля марки Хавал. Поэтому, кому не интересно это, пожалуйста, можете смотреть другие видео. В общем-то, даже рекомендую это. Ну, а те, кому интересна ситуация из моей жизни реальной, прошу посмотреть, потому что, может быть, кого-то это оградит от моих ошибок. Просто мои ошибки. Это неплохо, нехорошо. Эта ситуация сложилась со мной. И это видео не столько о марке Хавал, не столько о технических каких-то поломках и низком качестве и так далее. Нет. Это больше про отношение руководства этой марки к отдельно взятому клиенту и их поведение и позиции по поводу того, что я попробовал от них потребовать устранения их косяков. Ничего более. Ну, начнем по порядку. Это видео является повторным заливом первоначального ролика, который был удален по требованию одного, скажем так, фаната марки Хавал, который на своем канале уже даже не знаю, как это сказать, чтобы снова не попасть под некие санкции с его стороны. В общем, он показал свою ориентацию этим удалением. Он показал свою ориентацию на марку Хавал и на своем канале он просто залезал китайцам все. Я не знаю даже, как они какают после этого канала. Понятно, что есть платные блогеры и так далее, но вот он перешел все границы. Он как бы делает анализ, но тем не менее, он так это делает, что как бы показывает косяки, но показывает, что их нет. Оно показывает, что их много косяков и ссылку я дам в описании. И вот подтверждение того, что ролик был удален по его требованию. Вот я делаю скриншот, все открыто, в общем-то, все понятно и видно. Руслан Сорокин, канал 40Рус. Я сделал первоначальное видео с использованием небольшого кусочка из его видео, с его канала. Он долго меня поливал в комментариях всякими фекальками, ну, каждый чем богат, тем и делится. Обвинял меня в, скажем так, в мошенничестве, что я все подделал, все документы и свою точку зрения, что я куплен другими автомобильными марками, что я не бескорыстный человек, все это есть в комментариях, могу показать скриншоты, но дело не в этом. Он просто показал свою ориентацию, в плохом смысле этого слова, имеется в виду ориентацию на марку Хавал. А теперь ролик, на первоначальный ролик я сделал ссылку в описании, а теперь просто новый ролик, перезалив, но без его части. Оригинальный ролик вы можете посмотреть на другом источнике. Итак, соратники, просто-напросто поехали. Просто история из жизни и отношение китайцев к недовольным клиентам, просто к русским людям. Сначала история другого человека, вот его история. Друзья, всем привет! Сегодня расскажу про те поломки, которые были в этом автомобиле. Значит, первая поломка это была с магнитолой. Вот. Когда я заводил автомобиль, у меня переставал, кстати говоря, работать климат-контроль, вот, музыка постоянно орала громко, ничего с ней нельзя было сделать, ни станцию не переключить, там, ни флешку воткнуть, ни громкости отрегулировать. Все это было бесполезно. Вот. Я приехал к официальному дилеру, ребята сделали диагностику и сказали, что надо менять магнитолу. Ее я ждал где-то неделю, полторы, по-моему, недели максимум. Значит, магнитолу поменяли, все прошло. Потом где-то через месяц я обратил внимание, что заслонки климат-контроля, обдув, греет со стороны пассажира впереди. Холодно, у меня слишком жарко со стороны водителя. Даже руками, когда трогаешь, чувствуется. Хотя температура одинаковая, все настройки одинаковые. Даже когда выключаешь двухзонный климат-контроль, ну, делаешь, чтобы все это, одна зона была сплошная в автомобиле, все равно заслонки работали по-разному. Поначалу не так сильно люфтило, но я чувствовал, остальные не чувствовали. И где-то через полтора месяца после первого обращения по поводу люфта, ребята обнаружили маленький люфт на крестовине у ролевой колонки. ее заказали. Там где-то сантиметров 25 вал, такой с крестовином середине. Два или два с половиной... Значит, сейчас скажу, в декабре, где-то в первых числах декабря, 2-3-го я заказал этот вал 2017 года. И в феврале числах 15-12-ых мне позвонили, сказали, вал приехал и, соответственно, него поменяли. Продолжу поломки автомобиля своего Хавал H9. Расскажу вам про то, что с ним произошло, как со мной общается официальный дилер FK Motors. Ну, это на самом деле просто тихий ужас, как у нас с ним происходит диалог. Ручки, дверные ручки, ручка-багажник. Проблема в том, что 9 месяцев в году я не могу попасть ни в автомобиль, ни пользоваться багажником. У меня даже случай такой был. Я на Новый год поехал с ребенком на дачу. Дача у меня далеко. 500 километров от Москвы. Я живу в Москве. Получается, я там, в ближайшем городе купил детскую кроватку, загрузил ее в багажник. Понимаете, приехал к себе и не могу открыть багажник. Причем ни изнутри, ни снаружи. Изнутри, потому что у меня, получается, коробка детской кроватки, она достаточно широкая и мне не дадут встать до лючков, которые изнутри открываются, чтобы открыть багажник. И снаружи я не могу открыть багажник. Все, ручки не открываются. Никак. Получается, 6 дней ребенок спал со мной хорошо, нормально. Поспали. Ладно. Проблемы бывают такие, я еще не могу попасть в автомобиль, когда дождь, к примеру, мороз. То есть, вот летом все хорошо, замечательно. Весна, зима, осень, в автомобиль не попасть. Завод-изготовитель об этом знает, проблема известна всем. С 2014 года производится данный автомобиль. Понимаете, сейчас 2018 год. За 4 года проблема не решена. Все об этом знают, все мучаются с этими сраными ручками. Блин, ну почему бы не решить эту проблему, не сделать отзывную кампанию, не знаю, что-то там с ними поколдовать. Это же не проблема. Меня свистит моторчик печки с правой стороны, со стороны пассажира. Проблема с коробкой. У меня переключение со второй на третью передачу удары. Просто реальные удары. Я стою в пробке, ну, движение едет, там, 20-30 километров, да, получается. В момент переключения со второй на третью передачу получаются резкие удары. Для того, что просто вжимает в кресло и бьется. Проблема с рулем управлением. Проблема с рулем у меня была где-то с третьего дня с момента приобретения автомобиля. Получается, что где-то в февраль-март семнадцатого года я купил автомобиль, и только в феврале восемнадцатого года, это получается, прошел год, и мне первую проблему с рулем решили, это поменяли карданчик рулевого вала, потому что был люфт руля, руль периодически тоже был повернут либо в правую сторону, либо в левую сторону, то есть, когда колеса стоят ровно, у нас с вами, у меня, был руль повернут либо в правую, либо в левую. «Ты моя история». Ничего не трогал. Вот как работает магнитола. С рулем тоже был люфт. жёстко люфтило у всех моих знакомых известных мне девяток, это минимум четыре штуки, две заводские на заводе были, одного моего знакомого у него поменяли параллевую. Это «Хавал». Да, это «Хавал». Замечательная марка «Хавал». Вообще я в восторге от этой машины. «Хавал». Каждый день что-то новенькое. «И образ жизни, ставший превыше, проходил на треснувшем платье, через которое просачивается запринь и скрывает то одно. Ни хера не работает. «Хавал». «Хавал». «На теперь возвращался туда». Сама говорит, какое мне радио слушать. Ставит радио «Вера». Постоянно. И выключить невозможно. Никак. Вот перезагружается каждые три минуты. Может, одну минуту. Неважно. У меня это подзаколебывает. Нифига не работает. что-то такое счастье если нет ошибок то вот есть такая вот фигня постоянно не знаю что лучше без системы курсовой стабилизации ездить либо без музыки и такая дребедень каждый день то олень позвонит то тюлень то одна ошибка то другая в общем вот так рекомендую посмотреть хотя бы десяток машин которые пробежали 100 тысяч километров если нет хотя бы нескольких мужчин с пробегом больше сотни и дилера под боком я бы не рисковал покупать хавал никакой тем более новые свежие модели тем более вот новой свежей российской сборки добра вам до часов опять отказа 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 и чё с этим делать и все это время не работал заслонка были отказы починить у дилера и от портов выключил кондиционер считаем сколько времени нужно будет для того чтобы окно полностью стало непрозрачным из-за налега наледи насадка к сожалению неважно в общем левая половина постоянно непрозрачная чуть только влажность чуть только минусовая температура жуть и приходится включать обдув по полной все и снова невозможно и дилеры отказывали починить говорят не имеет гарантийный случай до какого хрена и это было долго вечно вот с обдувом не будешь ездить ухо включаю обдув звучать ясно Ясно? Ну, ясно. Четко видно граница. Прямо у водителя. Сейчас кондиционерную зимой с кондиционером-то не будешь ей. Чтоб холоднее было. Да и не получится, потому что половина воздуха будет холодный, половина горячий, который в воде. Все ясно. Вот, вот, вот. Там и там одинаково. Кондиционер. Ну, я обратился в суд. Ну, до этого, как работник Хавала, да, я работал на Хавал на строительстве этого завода, который должен производить эти автомобили. Вроде бы свой человек три года пытался понять их психологию. Интересно, потому что даже в языке нету слова нет. Нет, есть слово «ши», да, есть слово «буши», нет, да. Вот директора, с которым мы бегали там на каких-то марафонах и так далее. Вот разрешение на строительство, получил экспертизу и так далее. Вот купил в этом салоне. Первый еще салон был, представительство единственное. Вот работники, которые там работали. Вот на строительстве. Это заводские машины и моего знакомого. У меня было три машины на тот момент. Вот две из них. Вот летом все было хорошо, когда купил. Вот мы там на корпоративах отмечали все это дело, да. Вроде бы как бы своему должны были какие-то особенные отношения. Но нет, вот пошли поломки. Я обратился к продавцу. Был послан к дилеру. То есть пока дилера не было, я ездил типа терпел, потому что идти против руководства нельзя было. Я обратился в суд. Когда дилер мне отказал, в Туле он появился. Я с этой мелочевкой обратился. Да, там в суде все открыто. Там было, вы можете посмотреть, ссылку там в описании, куда я обращался, как. Я, когда появился дилер, обратился к нему, получил отказы. Обратился к дилеру Хавала, которому покупал, ну, это уже не дилер, это представительство. Это сами китайцы, это не какое-то русское предприятие, дилер. Сами китайцы мне отказали. В починке просто. Я обратился еще раз к дилеру. Он нашел то, что машина была крашена. Я снова к китайцам. Там была долгая история. Они меня послали. Я обратился в суд. Говорю, замените автомобиль. Потому что мне нужна машина. Я купил автомобиль определенный. Она должна ездить, эта машина, без ошибок. Был послан. Обратился в суд. И очень интересно себя повели китайцы еще раз. Они обвинили во всем меня. Не знаю, в чем можно обвинять, но обвинили. Они не признали, что машина была битая ими и перекрашенная. А позже я выяснил такие. Обратился на Аутору. К знакомому сначала. Он говорит, а что ты не проверил по базе? Я говорю, по какой базе? Когда на Аутору есть такой сервис, автотека. Действительно выяснилось потом. Сейчас потом приложу показатели. В суде, в экспертизе все косяки выявились. Выявилась коррозия, пошла по корпусу. Выявились ошибки, выявились неработающая заслонка. Все это есть в материалах дела. Много чего выявилось. Китайцы говорят, что это не производственные ошибки. Это, мол, ты сам все сделал. Ну, здрасте. И вот так суд, проигнорировав экспертизу, которая выявила производственные косяки. К сожалению, вот этого доказательства не было в суде. Но я думаю, что исход был бы таким же даже с этим доказательством в нашем суде. Китайцы меня послали. И я думаю, что это, в общем-то, сообщение для всех. Вот такая позиция есть у китайского руководства, у Хавала. Вот такое отношение, я думаю, будет ко всем недовольным клиентам. Что, в общем-то, и подтверждается некоторой небольшой статистикой. Так что, что делать? Покупать или нет? Вот эти вот новые сырые еще модели решать каждому. Просто имейте в виду. В общем-то, ошибки, технические проблемы есть у всех марок. Но показательно отношение к клиентам и отношение самой марки руководства к заявкам клиентов и к устранению этих проблем. Я думаю, вот это показательный случай. Решать вам. Ну, еще раз пробегусь по недостаткам. Даже не столько автомобиля Хавал, сколько в целом марки. На мой взгляд, просто нужно учесть, что обслуживание примерно как у Мерседеса, как у известных марок, не буду даже называть. За одно ТО, ТО-30 я более 50 тысяч заплатил. Ну, там, большой ТО, а так 25 и так далее. В общем-то, не дешево, не дешевое удовольствие. Одна свеча иридиевая стоит у дилера там 1700. Только оригинальные парктроники мне запросили там по 8 тысяч за каждого, их 8 тысяч. Вот они отказали у меня. Получается, там под сотню с установкой это все ремонт будет стоить. То есть, не китайский уровень цен, но они довольно-таки привичные на Хавал. Это раз. Второе, долго ждать запчастей с ремонта. Третье, у меня и, по крайней мере, у первых Хавалов полетело все, что можно. Даже кардан сменили. Кардан и трубка чему-то менять, но бог с ним. Далее, ну, кардан рулевая. Поменяли крестовину еще. Люк у меня протекал. Что еще? Ошибки вот эти вылазят у всех, по крайней мере. Ну, новая сырая модель, это еще понятно. Ладно. Еще один минус – это удешевление. То есть, в моей комплектации новая машина сейчас стоит то ли 2,700, что-то около того. С пробегом 46 тысяч вот сейчас. Я прозвонился в несколько салонов, люди еще не знали. Ну, ничего не знаю, просто говорю, вот пробег 46, вот такая комплектация. Почем возьмете в трейд-ин? Они брали за миллион, не более. Вот это вот третий основной минус. То есть, помимо китайцев, отношения китайцев, по крайней мере, ко мне и ко многим другим, по крайней мере, к большому ожиданию запчастей, по крайней мере, что было тогда. Может быть, сейчас изменилось, и дай бог, может быть, мой опыт чему-то научил их, этот суд со мной. Хотя вряд ли. Проработав три года на хавал, я знаю, что мало что меняется. Стабильность во всем – это хорошо. И дай бог им здоровья и всего, но вот есть особенности. Итак, удешевление, долгое ожидание, отношение к недовольным клиентам, сервис. Пожалуй, вот все. Ну, машины, может быть, и неплохие по дизайну, по всему, по задумке. Да, это я признаю. Но вот есть определенные и минусы, которых, я думаю, тоже всем нужно знать для адекватного принятия решений. Всего хорошего, добра.